Доброго здоровьица, уважаемые подписчики! Сейчас как-то рассылки активизируются. Через почту шлют. Все предлагают, то предлагают, это предлагают. И все вокруг предлагают. О чем сегодняшний вот такой видосик будет? Видосик будет о том, что вот как-то трудно оценить человека, которого мы не видели. Или сравнить там, допустим, себя там с ним. Что он делал, что он достиг, как это все у него получилось. И как-то к прошлым кумирам отношения, конечно, у каждого свое. Ну ладно, вот как раз об таком отношении мы сейчас и поговорим. Вот Володя Васильев пишет. Петрович, вы упомянули Поля Брега. Но в англоязычной Википедии о нем совсем другая инфа. Он умер не в 95 лет, а в 81 год. Я слышал, что что-то там такое неладно. Но меня больше интересовал Поля Брег, а именно его книга, а именно его несколько книг про голод, про питание. И именно они послужили тем толчком, благодаря которому я начал заниматься голоданиями. Да, не совсем там все написано так, как я сейчас знаю. Но тем не менее, знаете, вот кто-то чего-то достиг. И мы, опираясь на плечи вот этих вот людей, которые чего-то достигли, идем дальше, идем дальше, идем дальше. Точно так же другие обопрутся на наши плечи и сделают боли новой. Ну вот, что он пишет из Википедии англоязычной. Брег умер от сердечного приступа в отделении неотложной помощи больницы South Shore в Майами, штат Флорида, 7 декабря 1976 года. Патриция Брег сообщила, что Брег был ранен волной прибою 6 месяцев назад, и его здоровье стало ухудшаться после этого случая. Брег был кремирован 10 декабря 1976 года похоронным центром Литгоу в Майами. Поминальная служба была проведена на Гавайях, и участники принесли цветы, чтобы развеять прах мистера Брега в водах Форд-де-Рассибич у Вайкики. Свидетельство о смерти, выделено штатом Флорида, государственный файл, такой-то регистрационный номер, такой-то. И вот дальше. Вообще он никакого отношения к медицине не имел. Я тоже самое могу сказать и о себе. Я никакого отношения к медицине не имею. Мне важно свое собственное здоровье. Именно свое собственное здоровье. И для этого я изучал и получил в результате изучения такие знания, которые позволили мне вот его сохранить до настоящего момента. Утверждал, что танзелит является результатом того, что люди едят продукты, образующие слизь. Рак вызывается липкой слизистой пищей, и что простуда вызывается потреблением белого хлеба или мороженого. Одним словом, нес откровенную ерунду. То есть я в основном зациклился, прочитав эту статью, на вот этом. Одним словом, нес откровенную ерунду. А Петрович его воспринимает как авторитета. Я хочу сказать, что и я также говорю о том, что танзелит, ангина является результатом того, что люди едят продукты, образующие слизь. А именно, у меня хронический танзелит, то бишь ангина, ну там небольшая разница, ангина, танзелит, образовались из-за того, что я в свое время, когда качался, поднимал штангу, я выпивал в день по 6 и более литров молока. То есть ежедневно, особенно летом, это так сказать, как с пушки. Вот в результате чего, у меня и начались такие ангины, которые, по моему незнанию, что надо отказаться от их продуктов, тогда еще занимался, решено было удалить. Хотя, все можно было решить. Ну вот так вот. Значит, есть слизеобразующий продукт. Я не хочу здесь вот вам рассказывать о той связи, которая имеется между слизеобразующими продуктами и ангинами, там, танзелитом. Далее, рак вызывается липкой слизистой пищей. И насчет этого я тоже согласен, что чем больше мы употребляем разного рода таких вот продуктов, ну, как, допустим, того же белого хлеба, мороженого и так далее, то все это ведет к тому, что наш организм наполняется слизью, на которой начинают развиваться разного рода микроорганизмы, в том числе грибки, и пошло дело поехало. У кого танзелит, а у кого и рак, а у кого просто-напросто там атеросклероз, проблемы с поджелудочной, с почками и так далее, и так далее. Именно от липкой слизи. И об этом еще говорили давным-давно индусские врачи в Айурведе, что для того, чтобы человек почувствовался хорошо, вот эту вот липкую слизь, слизь, которую они называли Ама, надо вывести из организма. И в зависимости от того, сколько ее вышло, настолько будет и у человека здоровье. И оказывается, видите, одним словом нес откровенную ерунду. А Петрович его воспринимает как авторитетом. Да, для меня он авторитет, и надо быть благодарным к тем людям, которые написали такие книги по оздоровлению, по самоздоровлению, которые тебя вдохновили, и ты благодаря им встал на этот путь. Идешь по нему, пробуешь, допустим, ту же медицину, и понимаешь, что лучше идти своим путем, нежели пользоваться... Ну, не хочется на эту тему мне дальше рассуждать. Для меня лично Поль Брех является и авторитетом, и является, можно сказать, где-то там крестным отцом, который ввел меня в науку естественного оздоровления, и по которой я иду до сих пор. Ну, а то, что там ему приписали, я так думаю, что приписал, когда он умер, это не он сам приписал, что он там прожил до 95 лет, там и умер, там еще там от чего-то там такого. То есть, байки это уже были сделаны людьми живущими, в целях, конечно, я так думаю, благородных, чтобы, как бы сказать, вот такой человек жил. Ну, на самом деле, лучше всего сказать так, как есть. По крайней мере, то, что он сделал, то, что он написал, намного важнее, нежели того, что он прожил 95 лет или 81 год. Лично я так рассуждаю. Мне важно от человека получить знания, которые я бы мог применить для себя, и получить отличный эффект. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!